Продолжение следует... 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 Дисков у вас нет? На дисках? Ну диски вот, чтобы на ваши стихи... Они насчитаны мною, я вам дам в интернете все. В интернете? Все. Там и это есть, песни, но... Оно положено на музыку. Вот человек, допустим, к вам придет, скажет, а я хотел бы услышать голос автора. Здравствуйте, проходите. Вот, это вот визиточка, посмотрите, наша. Вот это, кстати, я хотел принять Алтайский технический университет. Да, вот, наше выбор. Здравствуйте, дорогие мои дети. Здравствуйте, здравствуйте. Вот это вот наш сайт, а с тем более выход на форум, там вот и сапог, сайт который уже на форум. А мы, ну, если, знаете, меня надо найти, а сразу в гугл выбрасывай, вот, и дальше в сорт не может произойти. То есть это очень, очень широко, известно. Ну, не надо, это Господь помог все это сделать. Это мои стихи. Вот этот трехтонник, по второму изданию, и для слова Божья нет ус, посланную Медведеву, Путину, патриарху Кириллу. И показывали, я сам не видел, Кирилл, я не смотрю, показали, в библиотеке у них стоит материал эти. Это вот трехтонник, они должны быть неразрывны. А остальные, они одна с другой не связаны. То есть они совершенно самостоятельные книги, каждая. А вот эти вот, это вместе связано. Это Новый Завет, первый, второй, третий том. Ну вот, когда все это познакомимся, изучим, и может быть сделаем, не может быть, а вероятно сделаем презентацию. Сейчас спрашивают, как назвать, вот это вот, вместе все, поставить на полке метр сорок, вам чтобы было знать, полка. Вот если корешками их поставить, вот сюда, метр сорок. Как назвать? Два названия. Одно название, это открытым оком, видите, как считается, кавычки, открытым и оком не вниз. А вы к мерзке, как вы приглашаете, людей, понимая, к небу. А второй вопрос, а в последнее время, я приглашаю. Хорошее название. Название. В последнее время, я просто знаю писание, на лагерях языка, сам занимался. Это наши девчата из старости деревни. Девчата преподаватель, сейчас она преподает вагу, ее странный язык. Эта девушка вышла замуж, вот это сейчас. А я, в госпитале, в лагере Баварин. Когда вы будете читать, мы у меня Баваринц, слышали, мэр города, на работу подголага. Загни, да. Зависит запись, да, кончат. На жестких видов можно бросать. Ну, почему ты еще посчитаешь? А, конкретно, на сегодняшний день, как поступить? Вот, в день. Это вопросы, которые мне задавали. Я программу вел здесь, в Баруське, телевидение. Ну, не считая, в Москве, это Эхо Москвы, из Вашингтона он передачи делал. Все здесь запрещено. Это вот мой брат, родной священник. Это наш детский лагерь. Здесь ниоткуда не взято, все наше, алтайское. И люди, которые смотрят, вот я стою себе детишком, учу косить их, видите? Воспитание юношеского. А вот, смотри, я дал палку, а тут разбросные листья. Дети должны определить по листьям, что за палка, дерево это найти и узнать, как оно применяется и где. Я начальник детского лагеря, основатель, его 40 лет. Без помощи государства тысячи детей поднять, понимаете? Вот ночь государства, что палок, работать надо. Надо работать точно. Вот 40-й год, я нынче веду лагерь детский. А лагерь он у Вас только в летний период есть? Ну да, в летний период. Мы открыли еще 12-го и до 3-го августа. Ну хорошо. А как это самое, детей каких берете? Ну назначаем, говорится, встречи. Сначала печатают, это Талтайская правда, нынче напечатал свободный курс, все помогают бесплатно. А потом у памятника Пушкина собираемся, я смотрю, ребенок, наш ребенок был верующий, хотя немного. Если ребенок не верующий, мы не возьмем, зачем ему это портить? А может быть он это... А, мы будем мучить, но если совсем он не верующий, никак. Ну понятно. Вот у нас в Старообрядческой церкви там тоже... Не далеко? Да нет, так-то она не далеко. Надо тоже сфотографировать. Вот там у них тоже уже несколько лет действует этот... Это у наших ребятишек, видите, показывает. А видите, а где Старообрядческий? Старообрядческая церковь? Да. Так, как будем рассказать, да? На выезде, да? Нет, нет, нет. Это на улицу Советская? Это мой брат, слушайте, только что из воды. Видишь, у него вода, видишь, мокрая, врезут-то был, кресел. Это на кухне, летняя кухня, он готовит. Повыскать пищу, санкищил. Вот проезжаете, вот, в милицию проезжаете, там вот большой магазин экспресс. Вот у меня. Вот у меня. Бартисты, там, какие-то пятидесятники. Как с ними беседуют? У нас йогово. 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 Вот, пожалуйста, второй том. Это как беседовать с сектаками. Вот вопрос, не то, что там они хорошие, не об этом решают. Как именно на их вопросы отвечать? Вот все здесь есть. Люди решили здесь у вас, ну, надо же собирать все вместе, беседовать. Как вести занятия, третий том? Здесь сразу видите, постой. Вот вы меня, извините. Вот это вот как-то чертите. Вот здесь вот, здесь-то у вас нигде ничего не сказано, чтобы вот, когда я сюда открылась. А вот сказано, меня до конца не открыли. Вопросы и ответы. Сейчас смотрим. Это вопросы и ответы. А вот сейчас будет, да? Пособие для изучения Евангелия. Все понятно. Вот это на дому собираются люди. Там показано, как считать Евангелие, как отвечать. Десять человек будут. Ну, если можно, то батюшку из церкви пригласить, чтобы он вместе участвовал. Образуется особая группа. Это люди как одна семья живут. Это необходимо. Вот сейчас патриарх Кирилл выступал и говорил, что люди разобщенные, вы приглашайте друг друга. Подойти к батюшке, скажите, хотим мне свящать какую-то другую. Нет, мы звать, если как-то у нас это самое, налаженное отношение. Он уходит, встречаемся. Вот это симфония на життя святых. Это тоже первые соты нам, но ее не было. Вот сейчас есть священник, епископ Максим. Барнаульский. Барнаульский. Вот по его благословению. Максим. У нас был итихий. Да, епископы благословляют это. По одному признаку можно найти святого. Кто такой? Вот что тут здесь? Вот, помуждать. Послушание. У какого было? Ты знаешь, я знаю, что человек слушался. А кто он такой? Ага, послушание. Покращал. Что? Второй, третий. Ага, нашел. Кто? Павел Белозирский. Хотел постить существа, три дня вкушать. Но настоятель сказал. Ешь каждый день. Ну, понемногу. И ты сразу, вон, когда и какого числа, ты его сразу нашел. То есть по одному событию из жизни можно найти человека. Это тоже. Ну, она просто ее нету. Она одна. Вот. Вот это тридцатый том. Они так и стоят. Открытым оком тридцатый том. Вот. Вот это вот издание. Открыл. Вот. Делаем. Ага. Вот. Я сам делал набор. Сам занимался компьютерной версткой. Провел больше 30 тысяч часов за изданием. Ну, это, конечно, можно. Это любая библиотека. В смысле, украшена будет. Когда все это расставите, вы все это увидите. Тем более, читатели, которые будут читать, они будут говорить. Спросите, а о чем здесь, чтобы вам уже у себя составить каталог. Ну. Это у меня голубя от нее. Как раз была радуга. И сфотографировали. Эти как. Это в Варнауле такая плетенка сделана. Там, где Комсомольский проспект. Брат один подошел. Это какой район у вас? Мамонтовский. Катеряевка, да, сила? А то есть. Вот как мы основывали деревья с нуля. Как противодействовали. Вот это вот, за Слово Божьей. Что это такое, снимаете? Видеокамера. Видеокамера. На одном дыхании читаете. Моя биография. Здесь начинает. Да. У меня биография, она очень сложная. Я сидел несколько раз. За Слово Божьей, как правительство запрещенной. За Слово Божьей. Там говорится. А суд идет. И на магнитофон было записано. В Париже отпечатано. Потом прислали газеты. Я все перепечатывал. Все здесь. Ну вот здесь вы откроете. Вот посмотрите. Сейчас я открою. Вот видите. Мы с Баварином стоим. Он передает. Я 11 лет вел суд, когда освободился. И он передает два дома мне в пользование. Ну, деревянное здание. Процесс. 11 лет шел суд. Я его выиграл. Я реабилитирован. Я незаконно был. Страдал. А теперь надо вернуть, что у меня изъяли. Фанатевку насчитанную. 50 книг аудио озвучил. Это было известно. Ну и поэтому. А это вот. А нас фильм снимали. Кинорежиссер. Какие фильмы? Ну, один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Это не на дороге валяется. Ну, конечно. При всем желании. Евдокимов. Известный человек. Артист. На нем сняли фильм. Сняли. Но никакое место не занял. Отпустила администрация денег. Там 15, допустим, миллионов. Сняли. Показали. Его нигде. Никто ничего не знает. Присваивает жюри международное. Нас назвали Искорка. Возрождающаяся Россия. Это мне 12 лет. Это брат старшего. Это в детском лагере. Вот видите. Подарки пришли. Смотрите. Видите, как все. Натягивали в палатки. И все конкретно. Видите. В храме. А то у нас потеряем. А вот Ласточкины гнезда в храме. Прямо. Сверху иконы. Мы молимся. И Ласточки летают на батюшку. Все лосиночки. Вот это у нас свадьба играет. Вот. А этот вот человек как раз погиб. Его Кришнаи тут писали сколько. Голову отрезал. Это мой... Можно, можно, проходите. Здравствуйте. Духовный сын обратился. Это двоюродный племянник Суслова. Главный идеолог страны. Это очень большой человек. Вот такая беда была. Это откули. А это вот я был в Нью-Йорке. Минополит Виталий Иларион. Он сейчас 1-й иерарх. А это отец Глеб Пикунин. Он 7 лет сидел перед заключенными. Это нас освободили. Так 10-10 человек одновременно. По указу Президию Гарховного Совета СССР. За подписи Горбачева. А это у нас по кухне выше. Она 13 лет отдала лагерю Наталья. Дети стоят за чему зацепились. Эти как. Так эта фотовыставка прошла по Америке два раза. Так там смотрится. Какие глаза. Как дети смотрят. Это новая Россия. Это выставка была в Астралии, в Америке два раза. Притом, если взять, ничего нет. Просто мы любим Господа. Это корреспонденты приехали. Вот я даю интервью. Газета Свет Октября. Мама-то Свет. Вот написано. А вот выставку заказать нельзя у вас? Как-то связаться с нами, чтобы... Это понимаете, выставка фотографий. Это с батюшкой. Она у него. Ну а тут наши телефоны-то все даются. А может быть мы через нашу церковь как-то вот они... Не знаю как. Но факт то, что у него все это. Он ездит. У меня книга, а у него фотографии. Угу. Хорошо. Это можно договориться. Это видите, артеерея благословляет. А это вот Зоя Крахмальникова. Она как раз в Искане отбывала. Писательница. Угу. Диссидентка. Это она у меня интервью брала для голоса омирителя. А это такое сооружение у меня там взяло. Балерина называется. Сокращенно башня летняя резиденция Игнатия начальника. Балерина. А как. Такая аббреватура. Я хотела спросить, почему балерина? Балерина такая из кривого сделана. Вот Игорь как раз он сурдоперевозчик. Вот он сидит. Это глухонимы. Вот он, посмотрите. И он в храме как раз показывает, что священник проповедует. Это мой отец и мама. А отцу на фронте вот так руку оторвало. Почти выше локтя. Ну еще двумя руками. А это я в АГУ вел занятия много лет. А потом в АГУ 18 лет. Я в 5 университетах преподавание вел. Во всех отделах милиции, городском, краевом, УВД. Это просто Бог делает так. Это первый дом, который потерявки ставили в 91 году. Это с 91 года у вас? Да. Деремня исчезла в 72 году. А, это заново возродили. Заново, заново. Потому что в то время уже 360 сел на Алтае исчезли полностью. В стране 17 тысяч сел погибло. Вот есть такой депутат Нина Данилова. Слышали? Слышали, знаю. Вот она хорошим суперем. Это ректор АГТУ и Сиднеев. Это очень известный доктор технический. Ну как один.